Здравствуйте, дорогие друзья! Мы договаривались вернуться к лестнице Якова. Огромные мудрецы великие, там книг написаны об этом чудесном эпизоде. Ангелы подымались и опускались по этой лестнице, то, что увидел Яков. Сначала подымались. То, что мы творим здесь на земле, отражается на небе и уже потом идет влияние сюда. Наше поведение в этом мире, сказали мудрецы, оказывает прямое влияние на духовные миры и на их взаимодействие вот с этими элементами творения. И в наших силах изменять вот этот баланс добра и зла. Вот поэтому, не дай Бог, и происходит то, что происходит. Мы можем влиять на кругооборот вот этих ангелов Бога, куда они пойдут. Человек написано доминантная сила творения. Это его ядро, и он может даже управлять ангелами, поднимать и спускать их по этой космической лестнице. Но надо подумать об этом. Еще есть урок лестницы. Нет таких препятствий, написали мудрецы, перед человеком, на котором ему не даны силы их преодолеть. Если на жизненном пути встречаются преграды и трудности, мы всегда должны помнить, что мы наделены силами и благословениями преодолеть их. Какими бы страшными они не казались. Написано в Медраше Брешит Раба, что вчера как птица, сегодня как яйцо. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек, даже достигший какого-то уровня, там что-то уже изучил, куда-то что-то опознал, не может прекратить работу над собой. Иначе он снова может потерять все и достигнуть превратиться назад в яйцо, вернуться к любой от ветки, с которой начал. Однако лестница Якова учит нас чему? Оптимизму. Даже если кто-то упал, не дай Бог, на землю. Нельзя отчаиваться. Нужно посмотреть наверх, на небо, услышать голос начальника, который ободряет и призывает вновь начать подъем по этому эскалатору. Написано на руку осилит ведущий. Человек это лестница, стоящая на земле и вершина, достигающая небо. И написали мудрецы, что любое движение, и дела, и слова оставляют след в верхнем мире. Еще один урок лестницы. В том, что мы сами определяем свое положение на этой лестнице своими делами и мыслями. Равин Джонатан Сакс, великий в прошлом Равин в Великобритании, как-то сказал, что когда он был молодым студентом, пришел к любавическому Рэбу. И Рэб спросил его, что он делает для еврейских студентов в Кембридже. И он начал ответ своими словами, в условиях, в которых я сейчас нахожусь. И Рэб бы его прервал и сказал, никто не находится в условиях. Мы сами создаем свои условия. Расскажу притчу. Притчу про человека, у которого была деревянная лестница и ступени, которые вели на крышу. И он позвал слугу и стал убери ступени, чтобы нельзя было набраться на крышу. Слуга, немножко глупый был, поднялся, начал убирать, 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 который ниже. Убрал все ступени, наверху остался, кричит, не знает, как спуститься. Все спустили, прибежали, его сняли. Ну, в общем, понял он свой урок. Выучил. Назавтра ему позвал хозяин, говорит, есть лестница, ведущая глубоко в колодец, и нужно убрать ее, чтобы туда не попали. Все, он уже знает, но урок выучил, значит, начал убирать по одной, спустился до конца, убрал в конце, внизу колодца, как выбраться, кричит, не знает. Опять спустились, начали смеяться над ним. Он возмутился, он говорит, вы сами мне сказали, что так нужно делать, а теперь вы хотите посмеяться надо мной. Ему сказали, глупец, все хорошо на своем месте. В лестнице, ведущей на крышу, убирают ступени отверх, а в лестнице, в колодец убирают снизу. Так и здесь. Почему мы знаем, в чем мудрецов изучаем? Мудрецы знают, в любом деле, как подобает себя вести. В духовности надо идти, жаждать подниматься все выше и выше, а в будничном руководствоваться, вот, как говорят, качеством удовлетворенности, радоваться о своей доле. В духовных вопросах надо смотреть на тех, кто достиг большего, и стремится, и завидовать им. Вот, как сказано, зависть ученых увеличивает мудрость. Это в вопросах земных нужно утешаться, и всегда тем написано, что посмотреть на людей, у которых меньше, чем у тебя, и радоваться своей доле. Яков первый научил нас, что Бога надо искать прежде всего внутри дома. Лестница Якова – это модель нашего влияния на мир. И мы можем поднимать действительность и опускать ее, написали мудрецы. Сказал рэп излюбленным, нет лестницы, ведущей вверх, нет лестницы, ведущей вниз. Она может быть дорогой в небо или путем падения. Все зависит от человека, как он пользуется лестницей. У каждого из нас эта лестница есть. Брахава от слуха, что мы пошли вверх по этой лестнице. Всего самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok